Друзья, всем огромный привет! Сегодня я представляю вашему вниманию Lada Niva Travel 2024 года выпуска. С неизменными ключами, как понимаете, ничего не меняется в данном случае, но от этого она не становится какой-то нежеланной, определенно. Это для многих супер автомобиль, большой помощник в хозяйстве, большой друг, на которого в определенной степени можно положиться, и она ездит, друзья. Она ездит, она ездит очень даже хорошо, ничего плохого с ней не происходит. На авто 1 реализует данный автомобиль. Сейчас полная площадка, максимально загруженная, набитая автомобилями, как видите. Но постепенно этот вопрос решается, потому что каждый день забирают автомобиль. Смотрите, сколько комплектаций, разные версии есть в максималке, вот, допустим, даже 3d black версия есть на черный диск, черный потолок. Такая надпись будет black, пожалуйста, для сравнения салон. Такой классный. Сегодня герой нашего ролика это Lada Niva Travel в таком интересном цвете автомобиль. Еще есть, конечно, и зеленый. Давайте посмотрим. Так, он специально искал минимальную, какую-то предминимальную комплектацию. Добавил вам показать, что же есть минимал. Такие кресла, удобный, кстати. Здесь у нас черный логотип Lada и четырехспицы в руле. Такой. Надеюсь, что запустится. Теперь теперь последнее. Долгое простое. Клему я накинул. Так. Ну все, погнали. Нажимаю сцепление. Ох, все получилось. Это прямо, можно сказать, даже в некоторой степени холодный запуск. Что-то, где-то стоял. Класс. Такой бедок. Орловая колонка регулируется. О, какой жесткий рычаг, какой он непримиримый. Я попробую его отрегулировать с первого раза. Это не то, чтобы он как-то там заклинил или что-то еще. Но вот начали ставить что-то вот сюда, закрывать. Тоже механический элемент. Уже радует. Опа! Ох, попробую его назад там. Я, наверное, не самый слабый парень, но все же. Новый переключатель. Смотрите, вот температура за бортом плюс 4. Утряжение бортсети. Сколько осталось до заправки до пустого бака. Текущий средний расход топлива. Все там самое такое необходимое будет отображаться. Ну, уже лучше стало. Уже лучше. Не электронная приборка, понятное дело. Да, оно лучше. Вот электростеклоподъемники. Такие тоже не автоматические, необходимые держать. Вот, конечно, электростеклоподъемники пора будет сделать получше, потому что по ощущению, что где-то на авторнике просто взяли, поставили и все. Пусть стоит, работает. Зачем что-то чинить, если, зачем что-то придумать, если уже придумано все. Изобрели давно велосипед уже. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Да, и вот максимально вниз. Задняя передача. Внедорожная подставка, блокировки. Так, ручник у нас вот такой, подстаканник и вещевой бокс. Можно, кстати, добавить сюда какой интеллигатный красивый подлокотник. Вот тоже у нас подстаканник. Электрорегулируемые зеркала. Вверх, вниз, слева, вправо все работает. И, соответственно, здесь механически нужно сложить, если есть необходимость на тесных парковках вот таким образом откинуть. Рециркуляция. Это по-прежнему древний какой-то переключатель. Регулировка для потока воздуха. Здесь, кстати, я уже не знаю, моторчик, печка, либо обдувы шумнее работают. Шум прям сразу. Понимаешь, что как-то не очень, чем в Ниве 3D. Странно. Похоже, все силы были направлены на доработку вот этой Нивы, нежели чем Трево. Трево перебьется. Так, вот такие переключатели тоже вот здесь, допустим, требуют там доработки по качеству определенно. Заглушки-заглушки, задний обогрев стекла, туманка. Вот так все включается по свету у нас. Дальний свет фар, аварийка. В основном здесь вот, на удивление, мягкий пластик и снизу это уже твердый пластик. Бардачок тоже вот. Ниточка такая, две ниточки, веревочки для вас. Так она опускается. А вот сидушки очень удобные. Что-что, а сидухи здесь классные. Я даже и не посетую на то, что ну как-то что-то как-то не то. Похоже, у нас как бы бензин там уже скоро на пределе будет, но еще лампочка не мигает. Я не знаю вообще, когда заканчивается, мигает или нет. И немножко такой протраивает. Похоже, что топливо на исходе либо уже вот прям чуть-чуть-чуть-чуть и уже все. Давайте, наверное, откроем капот. Посмотрим, что там вообще. Ну ничего удивительного. Все то же самое. Дизели не появилось. Электро тоже. Гибриды не предлагают. Вот все по старинке, потому что высокие технологии еще пока дойдут до этого автомобиля. Пройдет энное количество лет. Баргузин К-175, 205 на 70-м профиле, 15-е. Спереди тискивые тормозные. Наконец-то салитого. Нужно посмотреть. Внутри чехи такая шумка здесь на поле. Как вы видите, вот крепления тоже неплохие. Такая защита пластиковая. Бес какие-то элементы интересные. Сейчас эти штампы красивые. Я посмотрю, нет. Сзади у нас барабанные до сих пор. Тормозные механизмы установлены. Антикор, антигравит тоже лишним явно не будет. Вот так вот барабаник по выхлопу. Если прямо максимально раскочегарить, такое ощущение, что выхлоп на хорошем V6 сидит. Это я прям с уверенностью могу сказать. Такой у нас второй ряд сидений. Там весла, как видите. Закрытие. Галоген, рефлектор, линзы пока еще нет. Длинные ходовые огни. Там просто тоже лампочки стоят. Для туманок. А максимальная комплектация. Здесь крюк. Там крюк и сзади. Тоже по два крюка. Крепление для номерного. Знака здесь у нас что? Эмблема автоваза. Вот так. Нужно поддеть. И кочерга, друзья. Вот такая здесь кочерга. Оставим. И все. С продольным расположением. Не поперечно, а с продольным расположением идет. Воздушный фильтр. Тормозная система. АБС, наверное, скорее всего есть. Точно не могу сказать. Сейчас АКО. АКП стоит. 55 Ач. Стандартно. Заводской. Жидкость гидроусилительная руля. Повошла. Тормозная жидкость. Маслозаливная горловина. Щук находится вот здесь. Отказать может, конечно, что угодно. Там не заводской знак. Если что, но в целом. Довольно хорошая техника. То есть на бездорожье еще. Она послужит прилично в умелых руках. Здесь такая спортивная тема. Круглый расширительный бачок. Антифриз. Стекло-мывающие жидкость. Даже какой-то ремень, чтобы это все не гуляло. Но места достаточно, чтобы поставить такой по лицензии хороший. В6, наверное, да. Определенно. От Тойоты там. А какой-нибудь даже Махиндре. Как вариант. Почему бы и нет, да? Но все же можно даже по лицензии какой-нибудь ОМ двигатель дизельный. Именно атмосферный дизель без турбинки от Mercedes-Benz. На которых накатывают на 123-й Mercedes-Benz, на 124-й, на 1,5-2 миллиона километров. Там уже кузов сгнил полностью в труху. А двигатель с коробкой они прям катают. Катают. Еще будут катать долго. Здесь не пожалели явно шумку. На клипсах все интересно идет. Вот такой механизм по закрытию от T-SYS заводской темы пасмаски. Ты же здорово. Вот так он работает. Закрываем. Основные приоритеты это клиренс, геометрическая проходимость. Это углы въезда-съезда. Но хотя в любом случае трехдверка уделает на бездорожье вот эту пятидверку. Это совершенно два разных автомобиля. Вот и посмотрите слой и толщина вот этой шумоизоляции. Блин, с какой любовью это все было налеплено. Оно прямо туда идет, смотрите, вот там только голый этап сейчас сидится. А там остальное вот все закрули прям идеально, идеально закрули. Это даже прям как-то освежает что-ли в плане того, чтобы посмотреть, что они делают, а? Это очень здорово, очень здорово. Нижняя часть, все элементы аккуратно прикрыты. Получается, вот часть бампера. Здесь даже непонятно, где начинается бампер. Вот здесь идет деление. Да, вот понятно, что вот он там на клипсах закреплен. Но как-то все цельно сделали, очень гармонично это все соединяется. Смотрится, смотрится очень даже красиво. Опас от стороны уже особо-то и не пройти сюда. Как видите, багажник в этом автомобиле тоже приличный по размерам. Вот смотрите, какие-либо здесь есть комплектации. Если дальше, допустим, пройти тоже в черном цвете, ну, по ощущениям похоже. Такая же у нас комплектация, да, без мультимедиа. Если максималка там прям интегрирован такой дисплей огромный. Вот и благодаря этому можно понять, что она или максималка, или предмаксималка на литье будет. Но в данном случае давайте еще немножко пройдем по сторонам и рассмотрим некоторые варианты. Тоже эта версия не black у нас на штампах. Тоже штампы. Если штамп, то есть тоже такая минимальная средненькая комплектация идет. Дальше опыт легко проскользнулся, это однозначно. Ну, как видите, здесь все дальше, все ребята идут на штампах в основном. Это максимальные комплектации я не увидел. Похоже, спрос не особо большой на максимальные комплектации, поэтому... Вот что есть пока тут можно рассматривать. Ну, багажник вот, допустим, на этом авто можно вот так открыть. Продемонстрирую вам, как выглядит багажник. Распашная дверь с красивой надписью LADA. Здесь тоже все крепится очень удобно на запаску. Все легко сделать, без проблем. Ну, вот еще одна из комплектаций. Тоже не самая богатая, которая вообще представлена. Но все же покраска мне нравится. Конечно, желтое, красное, синий или фиолетового мира не будет, да? Но все же, здесь они такие очень строгие, усредненные цвета. Акценты сильно не выдают, потому что солдат в бою должен быть не виден. Вот, смотрите, так она будет выглядеть, когда она будет грязная на катачке. Но если бы у меня был выбор, я бы, наверное, все-таки Black вот трехдверку бы взял, потому что Black-версия трехдверка, она прям манит-дурманит. Хорошего автолюбителя, который понимает ток в чем-то хотя бы немножко. Большое количество, как видите, вот здесь Grand. Это самая такая востребованная, самая тачка, которая непосредственно делает максимальный процент по продажам. Для АвтоВАЗ, наверное, все сливки снимаются с Grand, потому что самая доступная, ну, проще некуда. И потом уже флагман идет, Веста. Там уже совершенно другие приоритеты выстроены. Но все же продажи идут постепенно. Не сразу, конечно же, они там лавинообразно не подкидываются, но рынок определяется очень быстро. И рынок очень быстро перепрофилируется под определенные там ниши. Поэтому, ну, условно говоря, в этой структуре Grand попробуйте найти еще конкурента. Именно новый автомобиль. В Китае сейчас уже нет этого все. Дороже двух миллионов будет седан, если смотреть, и хэтч. Их вообще нет. А вот, пожалуйста, Grand, она заходит прям на ура для многих. Поэтому это самый востребованный, хорошо продаваемый авто. Он как остается, как был таким, так и остается. На остребованном. Ну вот, пожалуйста. Сильно так, что вау, вау, вау. Я точно говорю, здесь как-то подскользнет. С тем, что лед тает, сейчас такая тенденция будет. Они просто врастать будут в лед. Видите, он просто туда опускается и опускается. Но потом, когда все растает, все отойдет. Но это не быстрый процесс. Ну что ж, в черном цвете этот автомобиль определенный интересно смотрится. Есть момент, связанный с тем, что вау, эффект, да, даже производит местами. Педальный узел вот так выглядит хорошо, что разнесены педали так широко. Как обычно это близко бывает. Регулирование области подсветки приборов, регулирование его отлома фара. Ну что, есть, наверное, сейчас смысл немножко послушать звучание веселового агрегата. Да, я так думаю. Регулирование области подсветки приборов, регулирование его отлома фара. Ну, вы должны понимать, что динамики здесь нет ни в городе, ни на трассе. А удовольствие максимальное это только по пересеченной местности этот автомобиль доставит. Нужно понимать, для чего вы берете этот авто. Вы знаете, что правильно выстроенные приоритеты дают максимальный, так скажем, эффект, который вы ожидаете от автомобиля. А если все настроено и все как-то неправильно, то вы разочаруетесь в этом автомобиле. Я вам гарантирую. Поэтому правильно выстраивайте свои приоритеты. И доля разочарования будет минимальная. Еще хочу обратить на ваше внимание на то, что смотрите, какая милая классная подсветка. И вот это вот мне непонятно. Что это такое? Это, видимо, происки инопланетян. По-другому и не сказать. Здесь у нас вот такие ручки красивые. Ну, вот и все. Хорошая обзорность. Быстро чувствуешь автомобиль, привыкаешь. Да, это работа. То есть каждый день ты не расслабляешься в этом автомобиле. Определенно из пункта в пункт Б едешь, допустим, в 100-120 километров в одну сторону. Это прям встаешь. Встаешь. Да. Это вам не на каруселях покататься. Это точно. Так, он глушится. Ну, все такое дубовое. Все такое, скажем, как у кроманьонцев. Но все же она наша, родная. Поэтому уж как-то сильно, дико спускать цепных купцов. На этот автомобиль нет смысла. Что-то где-то доделали, что-то где-то усовершенствовали. Ну, вот и все, друзья. Вот и все. Надеяться на то, что вау, я себе купил такую тачку. Просто средство для передвижения и все. Ну, что, с другой стороны. Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, BMW, Audi и какой-нибудь Aston Martin не ломается. Естественно, все ломается. Просто это что-то наше, свое. Для нашей большой страны как раз идеал. Вот вам продемонстрирую нижнюю часть немножко. У каждого производителя есть свои проблемы, есть свои заморочки, есть свои нюансы. Поэтому вот эта тачка с нами здесь и сейчас. На этом все. Adios, друзья. Огромного вам везения.